Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! Сегодня вас ждет очередная серия про маленькую обезьянку по имени Алекса и других наших домашних пушистиков. Посмотрите, что же у нас происходит. А все очень просто. Дело в том, что у нас дома есть тараканы, которые называются мадагаскарскими. Изначально я завела их дома для того, чтобы у Алекса всегда был под рукой живой корм. Но со временем она перестала кушать тараканов и адаптировалась к домашней еде. А тараканы, в свою очередь, начали очень хорошо размножаться. И вот настало время рассадить их по разным контейнерам, так как стало их уж очень много. И они начали мешать друг другу. И вот этим занятием я сегодня и занималась. Ну и, конечно же, не обошлось без помощи наших любимых домашних пушистиков. Котик Симба, кошечка Багира, собачка Йоко и маленькая обезьянка Алекса с удовольствием мне в этом помогали. Хочу заметить, что маленькая домашняя обезьянка Алекса перестала кушать тараканов целиком. Сейчас, на данный момент, ее интересуют почему-то только лапки тараканов и их усики. Ну а Симбу и нашу Багиру, я думаю, что тараканы интересуют только в качестве игрушки. Смотря ни на что, все животные были очень сосредоточены на контейнере с тараканами, а Багира даже умудрилась туда залезть целиком. Опасное это дело, ведь таким образом тараканы могут разбежаться и по всей квартире. Именно поэтому я приняла решение забрать у них этих тараканов, ну точнее сказать, не всех. Решила оставить двух, пускай поиграют. Так сказать, оттачивают охотничий инстинкт. Плюс ко всему, за двумя тараканами проще усмотреть. Хотя я думаю, что даже без моего присмотра тараканы вряд ли куда-то делись, ведь за ними наблюдает сразу 8 пар глаз. Кстати, кроме мадагаскарских тараканов, у нас дома есть еще и кубинские тараканы. Эти насекомые очень богаты белком и в них есть такой полезный элемент, как хитин. Хотя многие люди содержат тараканов дома в качестве домашних животных и даже обустраивают для них очень красивые террориумы. Ну а мои домашние любимцы решили, что таракан – это практический мяч, в который можно поиграть в футбол. Кстати, хочу отметить, что выживаемость у тараканов очень большая. Забегая немножко вперед, хочу сказать, что ни одного таракана во время этих съемок не пострадало. Зато домашние пушистики наигрались и навеселились просто от души. Вы только посмотрите, насколько они активные. И даже котик Симба, который обычно не участвует в массовых мероприятиях, тоже тут как тут. И он не только наблюдает за всем происходящим, но и активно принимает участие. Удивительно, но один таракан может объединить всю пушистую семью. А один из тараканов хотел спрятаться под Симбу, но ему это не удалось. Кстати, у мадагаскарских тараканов очень цепкие лапки. И они могут крепко схватиться за одежду, что сейчас и произошло. Маленькая Олекса не понимает, что происходит и хочет оторвать от себя этого таракана. Который крепко-накрепко в нее вцепился. Какой смелый или глупый таракан. Ну а Багира продолжает играть в футбол и уже даже не боится брать тараканов в зубы. В общем, день выдался очень веселым и насыщенным. Все подустали и решили уже отдыхать. Включая даже тараканов. Ну а маленькая обезьянка Олекса присела пообедать. Друзья, я надеюсь вам понравилось наше сегодняшнее видео и оно подняло вам настроение. Спасибо за то, что смотрите наш канал. Ставите нам лайки, пишите комментарии. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Всем пока! Мы вас очень любим!